Меня зовут Татая Ольга Сергеевна. Родилась я на Урале, Свердловской области, небольшом городке, город Артёмовский. Детство было хорошим, добрым, светлым, замечательным, хотя можно, конечно, сказать, что бесшабашным, совдеповским. Мы, как нынешние ребята, дома не сидели вообще совершенно. Мы целыми днями были на улице, прибегали со школы, закидывали свои портфели и бежали на улицу. Активным был отдых на лыжах, на коньках, в лес, на велосипедах. Я работаю в Сейхинском доме культуры, работаю организатором и занимаюсь с детьми декоративно-прикладным искусством. Как пришла в эту профессию? Ну, я думаю, что всё-таки всё вело именно к тому, чтобы мне быть именно там, именно здесь. На Север я попала давно, в 1986 году, приехала вместе с родителями. Приехали мы в Надымский район, жили в Старом Надыме. То есть мне было тогда 12 лет. Для нас было, конечно, очень удивительно с города приехать в посёлок, северный, далёкий посёлок. Первый раз мы увидели, как люди живут в бочках. Не поверили, конечно. Но воспоминания, конечно, очень такие хорошие, светлые, замечательные. Но где-то до 20 лет я прожила в Старом Надыме. Потом работала в Ханты-Мансийске. И вот 18 лет уже живу в сейхе. Когда в сейху позвали, пригласили, я знала, куда еду. Потому что в этот посёлок мы со Старом Надыма прилетали сюда. У нас здесь гости, друзья, знакомые прилетали в гости сюда. Поэтому, когда предложили сюда переехать, я не сомневалась. Потому что посёлок знала, он нравился, он был интересным. Вот так вот сюда я попала. Ну, это, знаете, это такие воспоминания, конечно. Когда я первый раз попала в посёлок, меня больше всего поразили теплотрассы. Различной высоты, различной ширины, по которым люди, чейно, важно, ходили, гуляли, прогуливались, бежали по делам. Вот. Дорог тогда у нас не было. Это особенно ощущалось осенью, весной, когда были разливы, когда была слякоть и грязь. Мы всегда старались найти в магазинах сапоги повыше. Потому что, когда мы выходили на дорогу, у нас прямо грязь, у нас так крепко сапоги держала, что если сапоги короткие, то уже их было не вытащить. Вот. Ну, посёлок всегда у нас был хороший, светлый. Люди у нас очень хорошие, добрые, открытые. Вот. Живём мы здесь камерно, поэтому все друг друга знаем, все друг друга свои. Изменилось. У нас много, конечно, очень изменилось. В первую очередь, дороги у нас появились. У нас появились уличные фонари, освещение, детские площадки. Очень много домов у нас красивых. Если раньше мы жили в бараках, у нас не было отопления, воды, печки топили. То есть сейчас у нас дома, есть большая школа, школа-интернат, и больница есть сейчас. У нас и дом культуры. То есть посёлок очень изменился. В лучшую сторону, в светлую сторону. Я думаю, конечно, это ещё не предел нашего посёлка. У него есть возможность расти, развиваться. Поэтому, я думаю, всё ещё самое светлое и лучшее у нас впереди. Моя семья, я мать взрослых детей. У меня старшая дочка, кстати, ваша коллега, работает на телевидении, в телерадиокомпании «Северный ветер» в городе Салихард. Работает художником компьютерной графики. Ну вот, зять работает у меня в авиакомпании «Ямал». Ну вот, я уже бабушка. У меня есть внучка замечательная. Вот. Младшая дочь, 14 лет, она со мной здесь в Сейхе живёт. Вот, кошка есть. То есть у меня большая семья. Вот. Родители прожили тоже очень долго на севере. Вот. На двоих они 70 лет отработали, мама с папой. И по программе переселения переехали в Тюмень, первый ямальский микрорайон. То есть одними из первых они переехали по этой программе. Вот сейчас они в Тюмени живут. Вот. Довольны, счастливы. Мы вот с детьми, как только у нас появляется первая трава, первый проталин, когда можно выйти в тундру на бугры, мы с удовольствием с нашими кружковцами организуем походы. И с котелками, с чайниками мы идём, варим чай, завариваем душистые травы, варим кашу, смотрим, любуемся, как тундра просыпается, как появляется первая зелень. И на протяжении этого времени, пока тундра цветёт, бугаухает, мы находимся там. Всегда смотрим, всегда любуемся. Очень много появилось новых растений, птичек. И как бы это всегда заряжает, это помогает настроиться, как-то восстановиться. На природе всегда хорошо, здорово. Морошковые поля, грибная охота. Так вот мы и отдыхаем. Это заряжает, это восстанавливает всегда силы. Я думаю, в первую очередь, перемен требует наши сердца. Хотелось бы, конечно, чтобы мы стали, вернее, чтобы мы вспомнили, как быть добрым, светлым, неодыхчивым. Чтобы всё-таки не опускаться в эту рутину, чтобы нас не затягивало. Чтобы всё-таки быть добрее, светлее. А конкретно именно посёлку, что бы хотелось пожелать? Хотелось бы пожелать мира, любви и процветания. Если будет мир и любовь, то и будет процветание. Только так, я думаю, не иначе. Можно построить что-то доброе, светлое и радостное. Хотелось бы, чтобы исполнились все мечты посёлка. Планов и мечтаний у посёлка много, конкретно у людей. Нам хотелось бы, чтобы всё-таки установили стелу, которая обозначает наш посёлок. Планов много, пожеланий много. Самое главное, хотелось бы, чтобы всё, что загадано, чтобы всё исполнилось. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!